В респираторах и общевойсковых костюмах химзащиты дорожные рабочие каждый день выходят на борьбу с вирусом. Михаил Яковлев, который уже 8 лет следит за чистотой города, скромничает и не считает, что он и его коллеги занимаются чем-то героическим, сдерживая распространение инфекции. Говорит, что и до пандемии остановки мыли регулярно. Единственное, что поменялось, это форма одежды и содержание автоцистерны. Наиболее большое скопление людей находится на остановках. Транспорт ходит, люди выходят, приходят, контактируют друг с другом здесь. Поэтому это основное получается. Стараемся полностью обработать все. И сверху, и снизу, и снутри, и снаружи. Везде, где можем дотянуться. Остановки и тротуары обрабатывают раствором гипохлорида натрия. Его добавляют 2,5 литра на 1 куб воды. Оно сертифицировано Роспотребнадзором и безопасно для человека, если попадет на одежду или кожу. В зоне ответственности специалистов агентства по содержанию автомобильных дорог Самарской области находятся главные артерии города. Московская, Волжская, Красноглинская шефсе, улицы Демократическая и Новосадовая. Обработка подземных переходов, ограждений, тротуаров и остановок – это завершающий процесс ежедневной большой уборки. Первой водной процедуры принимает сама проезжая часть. По технологии мы очищаем пылесосами проезжую часть, после этого производим помывку проезжей части шампунем, жидкостью. После этого замываем и затем обрабатываем гипохлоридом же натрия проезжую часть. Мойку и санобработку улиц ежедневно выполняют по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Чтобы продезинфицировать все 50 километров автомобильных дорог и прилегающих территорий, в одну смену выходят 60 человек и 25 машин спецтехники. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.